А знаете ли вы, что у испанского гимна нет слов? В испанском гимне слова были, однако на протяжении истории их постоянно меняли или отменяли. Последний раз испанский гимн содержал слова в период диктатуры Франко. Однако после победы демократии, принятия новой конституции и превращения страны в федеративные государства слова были удалены и вовсе. В Европе существует единственная пустыня и находится она в Испании. Имя ее Табернос. Находится она в Андалусии в провинции Альмерия. Пустыня Табернос является самым засушливым местом на территории Испании. Большое число солнечных дней позволило создать пустыне крупнейший в Европе центр по исследованию и разработке технологий по использованию солнечной энергии. В Испании, как и во многих цивилизованных странах, армия исключительно профессиональная. Воинская повинность была отменена еще в 2001 году. Вооруженные силы Королевства Испании предназначены исключительно для защиты свободы, независимости и территориальной целостности государства. Главнокомандующим испанской армии является король Испании. В течение последних 15 лет Испания уверенно держит первое место в Европе по количеству проведенных операций в области трансплантологии. Трансплантология получила очень хорошее развитие в этой стране благодаря тому, что 90% населения поддерживают идею донорства. Каждый родившийся испанец автоматически становится донором согласно закону этой страны. Сегодня мало кто знает, что знаменитый испанский певет Кулио Иглесиас до 20 лет был вратарем в футбольном клубе Реал Мадрид. Однако серьезная автокатастрофа парализовала его на целых 2 года. Так как двигать Иглесиас мог только руками, он провел это время, совершенствуя свою игру на гитаре. Сегодня мы с вами знаем этого человека как великого артиста и певца. Считается, что возгласы футбольных фанатов Оле Оле на матчах обязаны своим происхождением также Испании, где это слово выкрикивалось во времена Кариды или Фламенко. Считается, что Оле – это видоизмененное слово Аллах, пришедшее в Испанию в 8 веке во время ее захвата мусульманами. Мало кто знает, но всем известная конфета Чупа-Чупс родом из Испании. Название этой конфеты происходит от испанского слова чупар, что в переводе означает «облизывать». Но самый интересный факт состоит в том, что обертку для этой конфеты придумал сам Сальвадор Дали в 1968 году. Испанцы являются нацией долгожителей. Средняя продолжительность жизни гражданина Испании составляет 79 лет. Средняя же продолжительность жизни женщины в Испании является самой высокой среди всех стран Европы и составляет 87 лет. Никогда не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Интересный факт, но у испанцев эта поговорка абсолютно наоборот. Очень часто на вопрос «когда» можно услышать в ответ «маньяна», что на испанском языке значит завтра. Это слово у них просто волшебное. Они любят себя больше всего на этом свете. Первый публичный дом в Испании был открыт в городе любви и религии Сивилье. К девушкам, принимаемым на работу, предъявлялись пять основных требований. Первая не моложе 12 лет, вторая не девственница, третья не замужем, четвертая родители не сивильцы. Пятое требование имело отношение к имени девушки. Ее не могли звать Марии из религиозных соображений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова